Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалье на канале 360 Ангарск. С вами Ольга Волошина. Ангарчанин 1942 года рождения пострадал при пожаре, который произошел в ночь на этот вторник в одном из домов 17 микрорайона. О причине возгорания и его последствиях более подробно Ангелина Борисова. Звонок на пульт пожарной охраны поступил в половину первого ночи. По прибытию спасателей на место в квартире на первом этаже шестого дома происходило открытое горение. В подъезде был дым. Пять человек эвакуировали. Троих спасли с помощью спецсредств, в том числе одного ребенка. На полу в одной из комнат полыхающего жилья был обнаружен пенсионер. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами второй и третьей степени и отравлением угарным газом. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Ранее весна вынуждает МЧС корректировать сроки выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду. Уже проведены осмотры и ревизия проблемных территорий, где необходимо проводят профилактические отжиги сухой растительности. Их должны завершить до введения особого противопожарного режима. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. До 100 тысяч рублей штрафа грозит жительница Уссулия-Сибирского, которая посеяла панику среди и без того взволнованного населения. 20-летняя студентка в одной из соцсетей разместила аудиосообщение о том, что число зараженных коронавирусом в Иркутске и Ангарске составило 35. Правоохранители вычислили автора фейковой новости. Девушка принесла извинения. Тем не менее, ее обещают наказать. Эпидемическая обстановка в нашем городе пока стабильна. Заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса проходит ежедневно. На собрании представители Роспотребнадзора еще раз подчеркнули необходимость соблюдения двухнедельной самоизоляции. На улицах города практически безлюдно. Ангарчане стали более серьезнее подходить к соблюдению карантина. Как результат, поубавилось количество транспорта, а на городские маршруты отправляется меньше автобусов, чем обычно. Оно и понятно – нет прежнего пассажиропотока. Ежедневно в городе проходят заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. На нынешние были приглашены представители действующих на территории конфессии. Поскольку на службы приходят в основном люди старшего возраста, необходимо убедить их ограничить визиты в храм и участие в массовых религиозных мероприятиях. На каждой службе, конечно, мы просим наших пожилых прихожан проявить мудрость. Приказать мы не можем, а просить о том, чтобы они сохранили свое отшельничество, мы стараемся всякий день. Поэтому надеемся, что и принятое вчера заявление наших епископов, митрополита Иркутского и Ангарского Вадима и епископа Саянского Алексея, оно опубликовано, тоже подтверждает нашу готовность реагировать оперативно на происходящее вокруг нас. Второй день в округе в рамках профилактики коронавирусной инфекции ведется оповещение жителей с помощью сигнального громкоговорящего устройства с призывом оставаться дома. Большинство предприятий и организаций по городу остаются закрытыми. Некоторые продолжают работать в удаленном режиме. Я хочу призвать наших ангарчан вот эти элементарные вещи соблюдать. И тогда мы сообща преодолеем без существенных потерь, а может быть и вообще без потерь, этот коронавирус, который пришел извне. Конечно, в Сибири у нас он навряд ли бы распространялся. Сегодня вот такая ситуация. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360, Ангарск. Санитарную обработку улиц проводят в Ангарске. Специалисты распрыскивают рекомендованный Роспотребнадзором раствор. Он безвреден для людей, животных и окружающей среды. В планах охватить дезинфекцией весь город. А вот управляющие компании должны увеличить чистоту уборок в жилых домах. Обработку улиц дезинфицирующим раствором в Ангарском округе начали с набережной Китоя, ведь именно здесь предпочитают проводить свободное время горожане. Не стали исключением и минувшие дни, невзирая на рекомендацию оставаться дома. Дезинфекцией общественных территорий, а также остановок общественного транспорта занимаются две фирмы. Власти обещают, закуплено достаточно спецсредств. Их выделят и управляющим компаниям, которые должны начать дезинфекцию подъездов. Используют вещество дихлор. При обработке, естественно, никого не должно быть, потому что все равно это хлор, содержащий препарат, а также он достаточно эффективный, он все нужен. Как говорится, хлорка она была, так она и есть, грубо говоря. Он просто удобен, чтобы разводить, и поэтому он удобен и в обработке. А все остальные поверхности обрабатываем другим. Помимо набережной и остановок общественного транспорта, под пристальным вниманием места массового скопления людей. В частности, детские площадки и другие общественные территории. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Начало весеннего призыва сдвинули в Министерстве обороны. И все из-за распространения коронавируса. Традиционно военкоматы начинали набирать молодых людей 1 апреля. Сейчас дату перенесли на 16 число. Не исключением оказалось и при Байкале. В призывных пунктах появятся посты контроля, где будут проверять здоровье юноши. Их разделят, контакты по возможности минимизируют. На месте службы все молодые люди будут проходить через карантин. Пока первая отправка из Иркутской области запланирована на 20 мая. Но, возможно, дату вновь поменяют. До 30 апреля ангарчанам необходимо предоставить налоговые декларации на доходы физических лиц за 2019 год. Кто и в каком случае должен предоставить необходимые документы по форме 3 НДФЛ, расскажем далее. Получение вознаграждения от физлиц или организаций без удержания налога. Сдача в аренду имущества или его продажа, если оно находилось в собственности менее 5 лет. Получение доходов за предоставление услуг. Это далеко не весь список случаев, когда гражданин обязан предоставить налоговые декларации. Если вы получили доход в виде подарков, недвижимого имущества, например, или транспортных средств от физических лиц, которые не являются вашими близкими родственниками, также обязаны подать декларацию. И те, кто получил доходы от выигрышей на тотализаторах, выигрышей лотерей, если сумма превысила более 4 тысяч рублей за год. Те налогоплательщики, которые претендуют на получение налоговых вычетов в связи с покупкой жилья и социальными вычетами, могут предоставить декларацию в течение трех лет, следующих за соответствующим налоговым периодом. Дополнительно хотим сообщить, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции у нас отменяются дни открытых дверей, которые были запланированы на 23-24 марта и 24-25 апреля. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости, 360 Ангарск. Социальные выплаты на 6 с лишним процента проиндексируют 1 апреля. Отметим, рассчитывать на увеличение смогут только инвалиды, дети, чьи семьи потеряли кормильца, и пенсионеры, трудовой стаж которых невозможно подтвердить. Самозанятые пенсионеры, возможно, тоже смогут рассчитывать на увеличение доходов. Соответствующие поправки были внесены в Госдуму в феврале. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. А на сайте ангарск360.ру кроме наших новостей найдете телепрограмму и много другой полезной информации. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Не только для ангарчан, но и жителей других городов при Байкале. Здравствуйте! Это погода на канале 360 Ангарска. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 1 апреля солнечно. В обед температура воздуха составит плюс 7. К вечеру 2 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. В Листвянке солнечно, днем плюс 7 градусов. С приходом ночи температура опустится до 1 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В среду солнечно, днем плюс 11 градусов. Температура ночью минус 5. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарска. Я желаю вам отличного настроения в любую погоду.